Здравствуйте, друзья! Сегодня 22 марта. Должны были в Чехии снять ограничения, связанные с эпидемией, вызванной коронавирусом. Напомню, что у нас уже три недели локдаун, то есть нам запрещено передвигаться между регионами. Разрешено ходить только в магазин за продуктами, остальные магазины, в общем-то, и закрыты. Также мы можем передвигаться на улицах только в масках, в магазинах должны быть, в респираторах. Не работают рестораны, не работают гостиницы, отели и так далее. В пятницу уже стало известно о том, что правительство в понедельник, сегодня, то есть на заседании депутата в парламенте, будет предлагать продлить локдаун до 6 апреля. Будут некоторые послабления, но по-прежнему нельзя передвигаться между регионами, но если ты занимаешься спортом, бегом, велосипедом, то можно уже не только делать это в том месте, где ты живешь, но также и в окрестностях. Обязательно надо иметь на лице респиратор или защитную маску. Можно их снять только если ты находишься один. Если какое-то общественное место, то исключения сделаны только для спортсменов, которые профессионально тренируются. Можно будет навещать своих родственников в социальных учреждениях, если есть прививка от коронавируса. Тогда уже не надо будет сдавать обязательный тест на наличие или отсутствие инфекции. Но все остальные ограничительные меры, они сохранятся вплоть до пасхальных праздников. Вообще Пасха в Чехии это такой очень веселый семейный праздник, когда все родственники собираются, деткам дарят подарки. И есть интересные традиции. На моем канале я записала специальное видео, где я рассказываю об этих традициях. Если вам интересно, переходите потом по ссылочке и обязательно посмотрите. Люди на улицах сейчас, в городах небольших. Кто в масках, кто не в масках. Полицейские, если видят человека без маски, они подходят, делают замечания. Но вот я уже рассказывала о таком очень жестком задержании мужчины в городе Градеще, который находился на улице без маски и шел с маленьким ребенком. Вот его полицейские арестовали и отвезли в участок. Сейчас стало уже известно, что адвокат этого человека подал заявление, в котором написал, что этот мужчина вышел на улицу из магазина. И выйдя, он снял респиратор с лица. Как раз в это время к нему и подошли полицейские, сделали замечание. И он им объяснил, что он просто хотел подышать свежим воздухом. По своему опыту могу сказать, что в респираторе действительно тяжело дышать. И он достаточно быстро становится такой влажный изнутри. Поэтому, когда выходишь из магазина, на самом деле первое желание этот респиратор с лица снять. Пререкался ли он с полицейскими или нет, это осталось за кадром, это неизвестно. Но факт остается в том, что вот его на глазах ребенка повалили на асфальт, арестовали и увезли в участок. А ребенок остался без присмотра. И судьба ребенка, как написано в заявлении адвокатом, этому мужчине не была известна. Ну а теперь этой ситуацией занимается статня полиция. Это арестовывали его полицейские местной полиции. А статня полиция это уже более вышестоящий орган. И, наверное, дальше уже дело дойдет до суда, решать будет суд. Разбираться. Сам мужчина на страничке в своей фейсбуке, а он чешский рэпер известный, он написал, что он был обеспокоен, он не знал, что происходит с его ребенком. И ничто не может извинить этих полицейских. Ну вот такие сейчас дела в Чехии. По-разному люди относятся к этим карантинным мерам. Называли статистику заболеваемости. И вот на пятницу прошлой недели количество заболевших снизилось. Всего заболело 9,5 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем в предыдущий период. Но по-прежнему ситуация тяжелая. В больницах очень мало свободных коек, в отделениях интенсивной терапии, где могли бы оказать помощь тяжелым больным. Но поэтому и министр здравоохранения считает, что надо эти карантинные меры дальше продлевать. Но кто-то эти меры поддерживает, кто-то сомневается. Сомневающиеся выходят на демонстрации. Вот в Праге несколько человек подали заявку на тестирование от коронавируса, а на само тестирование не пошли. И вдруг они получают результат тестов, которые не сдавали. И оказывается, что они еще и инфицированы коронавирусом. И вот они вышли на демонстрацию, где требовали отменить обязательное ношение масок. А кто-то совершает отчаянные поступки. Вот совсем недавно мужчина вечером приехал в центре Праги на трамвае к Министерству здравоохранения. Вышел из трамвая, подошел к дверям и из оружия выстрелил себе в голову. Спасти его уже не смогли. И по-разному тоже писали в средствах массовой информации. Обсуждалась тема, что этот мужчина совершил такой вот отчаянный поступок. Трагедия произошла из-за того, что его супруги не оказали должную медицинскую помощь. Что она лечилась от коронавирусной инфекции. И врачи ей какой-то там препарат не предоставили для лечения. Но полиция это опровергает. Говорят, что эта информация не подтвердилась. Ну а что произошло на самом деле, что вот привело мужчину к такому отчаянному трагичному поступку, пока неизвестно. Вот так сейчас обстоят дела в Чехии с вот этой эпидемией, связанной с коронавирусом. Ну что, я желаю вам не болеть. Берегите себя, берегите своих близких. А я буду держать вас в курсе новостей из Чехии. Поэтому, если вы не подписались на канал, то подписывайтесь. И самое главное, нажимайте колокольчик, чтобы вам пришло известие о выходе моего нового видео. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok